Всем привет, друзья! Меня зовут Флохи, и добро пожаловать на новенький ролик. Сегодня мы поиграем в игрушку, которая называется «Безумие маньяка». Это вторая часть, я даже не знаю, была первая или нет. Но, короче, мы играем сегодня во вторую, потому что я про первую даже знать не знал. Мне посоветовали эту игрушку по почте, один из подписчиков, и сейчас мы, в принципе, будем в неё играть и смотреть, что это такое. Тут есть три левела, нифига себе. Ну, давайте с первого начнём. Мы и так со второй части начинаем игры, уж лучше с первого левела начать. Так, что за крутую игру ты выбрал, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Небольшое предупреждение. Так. Ага, короче, ничего не сохранится, нам нужно от начала до конца всё пройти. Ну да, и, короче, этот, если умрём, то заново надо будет. Баги, бла-бла-бла, плейстор, напишите. Ну всё, понятно, короче, остальное нам не нужно. Я Даниэль. Так. Ага. Ну он болтает, конечно, я не знаю. Ну сейчас мы попробуем перевести. Я первый вот это уже не понимаю, о чём он говорит. Может быть, типа, ему 20 лет. Всё это началось, когда кто-то спросил меня. Ага, ну окей. За шибончиками перевели. Э? А почему? Да ёкарный ты бабай. Что за проблемы с текстурками тут? Надо перезапускать, ребят. Я не знаю. Каждый вот раз, как не захожу, ёкарный бабай, у меня постоянно какие-то ошибки с текстурами. Вот что это за наказание, я не понимаю. Какой-то дебильный эмулятор, конечно, это просто жесть. Время. Ой, ладно, надо перезапустить быстренько, потому что это жесть. Окей, ребят, мы начали по новой. Я не знаю, пофиксится ли баги или нет. Может быть, ещё хуже станет, но посмотрим. Короче. Ага. Когда меня кто-то опросил спасти какую-то девушку от маньяка, которого звали Томас Вилкс, что-то такое. Всё шло хорошо и, в общем-то. Он, короче, был этот, как его, арестован. Всё хорошо стало. И, в общем-то, он жаждал мести. И вот, в общем-то, походу, месть настала. Что-то типа того. Окей. Окей, окей, окей. Он что-то про Дэниела там говорил. И вот всё стало ярче, на самом деле, в самой игре тоже. Но у нас тут есть время, и это очень расстраивает. Так. Нам будет очень тяжело. Ладно, давайте мы начнём с первой миссии. Это настроить управление, естественно. Без этого никак. Тут многие кнопки уже, в принципе, показаны. Но я не знаю, как их использовать. Так, ходить-бродить. Всё, в принципе, ходим-бродим. Времени у нас сколько это? Ох, ё-моё, как меня крутят дверцы-то в разные стороны. Я не видел, сколько там изначально было. Вот, кстати, предметы можно брать. Но, в принципе, это настоящие секунды. Как в реальном времени они идут. Короче, в общем-то, будет сложновато. Это открывается. Отвёрка вот какая-то есть. Как её взять? Ага. А я не знаю, он придёт ко мне сюда, или как мне надо быть? Нужно ли мне быть аккуратным? Ага. Эта дверь компьютером у нас этот заблокирована. Ёкарный ты бабай. Ладно. Вот так телек. Вот так телек. С этой дверью у нас вообще ничего нет. Это открывается отвёрткой? Не. Отвёртка эта не открывается. Короче, у нас, как вы видите, осталось уже меньше 7 минут. Так. Привет, я Анна. Сейчас бла-бла-бла. Я, короче, была поймата... Эм... Не понял. Что-то тут связано с лунатизмом. По-моему, её поймали, короче. Пока она была... Мм... Нет. Я была украдена, что ли? Этой, как его? Каким-то лунатиком. Не знаю, короче, её держали 3 дня в этом подвале, без воды, еды. Даже не было возможности сходить в туалет. Эм... Так. Не понял. Ладно, это бла-бла-бла, всё нам не нужно. Короче, что надо делать? В конце бог помоги мне. Эм... Эм... Ага. Нужно, короче, открыть какой-то лифт. Это... Единственное, этот, как его... Фигня, чтобы сбежать. А тут подсказки. Эм... Так. Вот, смотрите, видите, как раз-таки про отвёрку. Какой-то кабинет, чтобы открыть. Из которой я возьму ключ и открыть дверь, которая... С пазлом на стене. Это всё, что я знаю. Он идёт. Ага. Он посмотрел на меня. Он меня не потрогал. Ну, короче, не трогал меня, просто посмотрел. Я должна двигаться быстрее. Эм... Ну, короче, надеюсь, мои... Эти тебе помогут. Так. Нам сказали то, что... Отвёрка поможет нам... Открыть дверь с пазлом на стене. Ну... С каким пазлом-то на стене, ёкарный ты бабай? Вы видите какой-нибудь пазл здесь на стене? Может, я слово пазл неправильно понимаю? Вполне вероятно. Но это тоже не открывается, в принципе. Давайте-ка мы ещё раз прочтём. Что-то я, походу, недопонял. А, нет, смотри, здесь про какой-то кабинет написано. Ну, в любом случае, кабинет это кабинет, как бы он так и так переводится. Но, как я вижу, мне отвёртка нифига не помогает. Так. Эм... Ну, тут компьютер. Ну, как бы... Двери открываются туда-сюда. Хорошо, конечно, но толку от этого. Текст, 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 текст. Открываем, смотрим. Всё проверяем. О! Ага, доска залезла в... В тумбочку. Окей. Такое бывает. Нет, реально. Не могу понять, что с этой дурацкой отвёрткой делать. Так быстро уже застрять. Это, конечно, очень тупо. Что за кабинет-то? Из телека какая-то байда выпрыгнула тоже. Тут всё это управляется компьютером. Ну, вот одна-единственная дверь, которая может открыться, но... Она нифига не открывается. Потому что как-то закрыта. А, может быть... Ну, даже тут я вот подхожу. И, типа... Ничего не нажимается. Что за тупизм? В самом начале уже непонятно, что делать. Хоть и подсказки мы посмотрели. Как будто бы... Здесь нельзя пройти. Звуки такие ещё странные. Может быть, нам другую главу сразу включить, а? Потому что что-то мне подсказывает, что тут... Не получается у меня пройти, короче. Вот. Что-то мне подсказывает, что тут и невозможно, в принципе. Ну, просто мы уже всё, что можно, поделали. И... Ни к чему это хорошему не привело. Где-нибудь вы видите пазл на стене? А, подожди. Ну, это мы сначала должны в кабинет один пробраться. И потом мы увидим этот пазл. Нет, ну реально. Ничего ведь нет. Ничего ведь нет. Никакая дверь не открывается. Короче, я предлагаю другой левел открыть нафиг. А с этим пофигу. Он не проходится. Вот есть левел подвал. Это, получается, мы первый проходим, и потом мы в подвале. Вот такие дела. А тут тоже что-то в начале будет, что ли? Пять жизней осталось. Окей. Это уже не смешно. Ага. Это уже, говорит, не смешно. И у нас есть всего лишь шесть минут. Так, это снова Анна. Я уверен, что ты меня помнишь. Так, хорошо. Давай посмотрим, что это означает. Так, мы, короче, прошли первый. Мы не прошли, нифига. Ей это нравится. Нет, мы нифига это не прошли. Так. Что нужно делать? Так, 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 так. Короче, есть какой-то секретный проход. Не понимаю. Какой-то глаз непонятный человеческий. Что она тут ругается? Что он ненормальный этот психопат? Ага. Короче, мне нужен для начала камень. Эм. Я не знаю. Ладно, давайте мы для начала найдем какой-то камень. Нужно найти камень. Так. Это двигается, он говорит. Какая-то фигня тут написана. Нам нужно найти камень, которым надо что-то разбить. Это единственное пока что то, что я понял. Я такое ощущение, что это уже где-то видел. Да. Это бесплатные, видимо, какие-то текстурки, дома, что-то типа того. О. А вот. Мозаика нафиг. Здрасте. Ну, как вы понимаете, это будет нелегко. Потому что пока я эту мозаику соберу, пройдет тысяча лет вообще. Я потому что долго такие вещи собираю. Ой, у нас вообще тут немного все неправильно. Это надо полностью все передвигать нафиг. Ё-моё. Так. Хоп-хоп-хоп. Давай это сюда. Сейчас мы, короче, попробуем как-нибудь это все отсюда сдвинуть. Не знаю, насколько это хорошо у нас получится, конечно. Но будем стараться. Так. С этим мы разобрались. Теперь надо снова сюда. Что-то подвигать. Нет. Не помогает никаким образом. Я, короче, особо вот когда вот такие мозаики собираю, я особо не заморачиваюсь. Типа какую-то тактику строить. Да ё-моё, нам только две местами поменять, мы бы все сделали. Ай-яй-яй-яй-яй. Как плохо-то получилось. Вот. Я никакой логики не придерживаюсь. Я просто, короче, двигаю, да и все. Вот. И оно когда-нибудь складывается. Хотя, если бы каждый шаг бы я продумывал, то, наверное, я проходил все гораздо-гораздо быстрее. Так. О, смотрите. Все, в принципе, очень даже близко. Но сейчас мы тут все собьем, конечно же. И оно станет далеко не близко. Так. А нам ухо, да, надо это сдвинуть? Ёкарный баба. Из-за этого уха тут я все передвинул. Сейчас у меня ухо на месте, а все остальное... Тут все с ним копурики, короче, полные стали. Так. Ну, вы видите, да, время, в принципе. По времени все очень плохо, конечно. По времени все действительно очень плохо. Так. Да как же это все наверх-то выдвинуть? Ну, что-то у меня как-то все запутано. Капец полный вообще. Ну, тут хотя бы что-то проходится, понимаете? Это гораздо лучше, чем прошлое. Мне нравится то, что пока что монстряка нас вообще тут не трогает. Мы как бы просто, так сказать... Ну, в режиме призрака, можно сказать, да, играем. Куда вот это-то? Ё-моё. Мы столько раз уже были близки, но что-то все... В итоге какая-то байда получается, если честно. Вот давай, по-моему, собрали. Нет? Серьезно? Блин, она оттуда? Опаньки. М-м-м-да. Окей, давайте мы ее до сюда додвигаем. Ну, и вроде как все. Ох! Ну вот. Ну, в конце все-таки пришлось этот, как его... Уже не просто так двигать от балды. Немножко правильно. Так, открылась какая-то дверь. Эм... Че ты напугался? Стул какой-то. Ладно, мы идем дальше. В принципе, нам пофигу. Проходим. За нами никто не бежит. М-м-м... Я как будто бы вот где-то прям недавно это видел. В пиге, что ли, на телефоне. Что-то типа такого. Еще есть непонятная кнопка этот. Эм... Глаза. Что она означает, я понятия не имею. За нами идет какой-то черный свет только. Но... Че это такое, я не знаю. М-м-м-да. Просто за нами двигается. Может быть, это прогрузка текстурок. Так, у нас тут очень длинный проход. О! Нифига себе! Здрасте! Что нам нужно отсюда взять? Ключ. Эм... Ну, что-то я не уверен, что сейчас я за 30 секунд обратно успею прийти. Мы, конечно, попробуем, но я понятия не имею, куда используется этот ключ. Самое тупое, что здесь бежать нельзя. Ну, может быть, мы хотя бы этот пройдем, как его. Хоть одну главу. Вторую. 20 сек осталось. Ё-моё. По-моему, там стопудняк этот ключ надо какой-то двери использовать. Ну, это логично, да? Но стопудняк за этой дверью что-то будет. Мы даже не успеем обратно прийти. Ох, я тупица с этим пазлом, конечно. Сейчас все закончится, смотрите. Хоба. Ноль. Эм... Смотри-ка. Не закончилось. Все по-прежнему продолжается. Так... Эм... Эм... Ну... Вот это, что ли, сюда подходит? Нет. Хоба. А-а-а. Хе-хе. Нормально. А это чему брать? Ммм... Тут, может, чё? Не открывается. Или, типа, после этого времени маньяк приходит. Я не знаю. Эм... А чем нам убрать-то эти деревяшки дурацкие? Может, там не можем пройти? Проползти получится? Да нет, тоже не получится. Может быть, там что-то есть вдалеке? Но мне сейчас снова туда возвращаться. А там ничего, если не будет, это вообще отстой. Жалко, никакого телепорта нет. Просто это такое огромное туннелище. Типа, туда-сюда в нем ходить, это вообще не варик. Тут что-то была какая-то кнопка, только что нет? Или мне показалось? Погоди-ка. Тут яд какой-то. Не знаю. Тут, по-моему, была какая-то только что кнопка. Во, во, видели? Снова. Не пойму, чё. Отвертка нужна. А-а-а, я понял. В прошлом уровне нам вот это надо было как раз-таки выполнить-то, а? Там висела же эта байда, и вот надо было использовать. Да, я тупанул, конечно. Ну, окей, бывает. А это мы тут прятаться можем? Для чего это вообще? Не знаю, для чего. Но отвертку я тут не могу найти, ее надо где-то искать в другом месте. Реально очень странный... А, вот она. Очень странная игра, сказать вам честно. Ну, в общем-то, по совету. Я думал, она будет поинтереснее. Ну, тут чё-то ничего такого сверхъестественного. Игрушка игрушкой. Молоток. Окей, нам, короче, надо было вот в прошлый раз так же проходить. Ну, ладно, хоть сейчас я догнал. И то хорошо. А мы сейчас проходим? Или нам надо дальше ковыряться тут? Да, я сбежал. Окей. Ну, хоть второй уровень мы прошли. Тут ничего никак это не отмечается, короче. Я не знаю. Первый, наверное, нет смысла проходить, потому что уже со вторым справились. И понятно, что в первом надо делать. Заодно никакой монстр не ходит. Из-за этого тут никакого интереса нет. В принципе, очень маленькие уровни. Быстро проходятся. Понятия не имею, почему этот монстр только немножечко в начале был и всё. В принципе, ну, даже не в начале, а просто в начальной сценке. А потом дальше никаких взаимодействий, ничего такого не было. Странненько. Ладно, ребят, не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok